Нужно ли России либеральное движение? Что мешает развитию оппозиции в России? Развитие оппозиции в России, я считаю, мешает их взгляды. Они более такие радикальные, нацелены на то, что кто не с ними, тот против них. Нет четкого плана, четкой позиции. Меняется по сто раз на дню. Нужно для разнообразия. Сколько прошло лет? 24 года. Ну, в историческом плане это мало, мне кажется. Просто надо больше времени, чтобы она лучше развивалась. Чего не хватает, на ваш взгляд? Не хватает, ну, не знаю, может быть, стереотипы какие-то наши российские. Нет, сейчас надо категоричное. Четко и резко. Я так думаю, что, наверное, надо решать проблемы людей, а не свои личные. Там может быть и оппозиция, и не оппозиция. А каждый решает свое. Сейчас нет ни одного лица, кроме Путина, который может реально, скажет так, что-то восстановить. А почему это происходит? Самое очевидное, наверное, это привычка людей придерживаться текущего курса и, грубо говоря, против сечения не плыть. Это все. Это же так просто. Нужно ли либеральное движение в России? Либеральное движение, я думаю, да. Его надо развивать. Мне как кажется. Должна быть оппозиция все-таки, я считаю. Какими методами? Вышествие проводить, почему бы нет. ЛДПР партия, что имеется? Конечно, на позиции. Чтобы искать свою точку зрения. Не только поддерживаться с точки зрения государства и основных партий наших. Ну, я считаю, народ выбрал партию и они решают. Что мешает ее развитию? Ну, такое двоякое различие. Государство не может, мне кажется, мешать напрямую. С западом все это, мне кажется, поддерживается вся эта оппозиция. Хорошо, когда она есть. А сейчас в России в каком состоянии она находится? Я думаю, что в нормальном. Мне нравится Путин. Лидера нет. Позиция всегда нужна. Ну, она сейчас есть в России или нет ее? Ну, практически нет. А что мешает ее развитию? Есть еще власть. Я так далека от этих вопросов, движений всяких. Поэтому спросите у других, помоложе кого. А сейчас мне движение на работу, чтобы не опоздать. А теперь все заниматься. Продолжение следует...